56-й час, Болдергейд 2, Шалус, Ам. Так, статуя Амаунатора. Это вот она, да? Если вы хотите. Так, тень. Милосердные создания света. Я предлагаю вам простой обмен. Информацию о том, что вы ищете на мою свободу. Звучит неплохо, договорились. Спасибо, вы не будете разочарованы. Я буду идти в вашей тени. Переведите меня через эти плитки, и я расскажу вам все, что знаю. Ну нет, сначала расскажи мне все, что знаешь. Если информация будет важной, я переведу тебя. Не умеешь ты доверять, Дворф. Рядом с этими камерами есть часовня. Я забрал ключ оттуда и спрятал в этой камере. Он тебе понадобится, чтобы достичь логова хозяина. Теперь, пожалуйста, переведи меня. Отпусти нас. Так, то есть что, надо перевести обратно, да? Амоунатор. То есть надо вести обратно вот так вот. Ну, то есть как мы пришли, только в обратном порядке. Так, подождите. Ну да. Сюда, сюда, сюда. Так, ну я ее перевел. А где дальше? Глупец. Ты думал, что я оставлю тебя в живых? Вот зараза. Она меня обманула. Прикиньте. Ну, я думаю, справимся с ней. Блин, почему он не может по ней попасть? Что-то какая-то особая тень, что ли? Что он как-то разучился драться, мне кажется. Мой чувак. Ладно, я думаю, он ее добьет. Не лень кого-то там еще переводить. Может, пусть, понимаем, потихоньку прилетает. Так, ну-ка, прикосновение баллов. Давайте попробуем на нее прикосновение баллов. Ух ты, 29 урона сразу. Неплохо. Теперь я понял, что прикосновение баллов это довольно прикольное, что ли. Так, ну я что-то не вижу. Ничего после нее не вывалилось. Короче, обманула нас эта тень. Тени нехорошие, не доверяйте им. Так, а куда дальше-то? Стой ты, блядь, куда ты поперся? А, ну та дверь-то запертая. А, вот, третья часть этого камня света. Ёлки. Наконец-то. И у нас получился собранный символ Амаунатора. Три священных символа соединились в этот диск. Символ Амаунатора. Так, закатный ритуал. Мы его, кстати, не читали. Знаете же, дети мои, что когда солнце, наконец, закатится, и мерзостная тьма поглотит землю, должны вы исполнить закатный ритуал, угодный глазам моим и слуху. Искажение оного беду сулит. Исполняйте только так, как предписано мною. Первое. Возгласите догматы веры. Они дадут вам силы удержаться, пока я не приду вновь. Третье. Высоко поднимите своих детей, дабы могли они дольше видеть солнце, пока оно не уйдет за край горизонта. Солнце дарует им отвагу, дабы справиться со страхами ночи. Третья часть ритуала оторвана. Возможно, вы могли бы угадать, какое действие имеется в виду, но по утреннему и полуденному ритуалу. Но это подсказки, которые нам не нужны, просто так читать интересно. Не более. Так, ну что? Символ Амоунатора нужно, видимо, вот к этой статуе положить, как я понимаю. В эту статую. Ложим туда символ Амоунатора. Ну и что? Что дальше? Ну положил я туда и ни хрена не работает. Ну не оберегте него, у дракона же ей ложить. Нет. Может быть, надо положить жемчужно-белый камень и он? Тоже нет. Слушайте, я не понимаю. Ну, я так понимаю, вот этот круг символ Амоунатора, видимо, надо вот этой вот статуре отдать, которая вначале была, которая нам вопрос задавала, да? Так, давайте я все-таки посмотрю, прохождение, потому что я не хочу сейчас время терять, делать что-то неправильно. Так, на нем так, за ним спрятаны какие ценности. Идите в комнату слева и возьмите предметы из рук статуи. Заклинание, проща, но самое важное, солнечный камень, который откроет нам последнюю теневую дверь. Вернитесь в главный коридор. Идите вправо по коридору через теневую дверь вверх. То есть, вот эта дверь, я так понимаю, должна открыться. Вот эта теневая дверь должна, видимо, открыться. Погнали. То есть, солнечный камень я нашел, правильно? Или что? Ну-ка, подождите еще раз. Солнечный камень. А где у меня солнечный камень? Жемчужный белый камень и он. Где солнечный камень? Да. Я не вижу некую солнечного камня. А, вот этот вот камень солнца, что ли? Господи. Наверное, камень солнца. Но он положился в рюкзак. Обычно квестные предметы в рюкзак не ложатся. Наверное, это он. Он больше нечему быть. Какая-то муторная. Каждого вот так вот переводить. Я готов. Я думаю... Я могу танцовать на голове в пинке, как бы. Вы поймете. Где Минске идет, злой находится в стороне. Я буду идти на вашу... Очень хорошо. Я буду помогать, и что я могу сделать? Я сделаю это. Так, дверь открылась, ну слава тебе, господи. Так, ну че, мы переходим в новую локацию. А здесь довольно просторно. Просторно. И что тут делать? А, туда можно и туда идти, кстати. Вообще, мимо драконов мы можем, по идее, пройти. Вот, но я думаю все-таки попробовать с ними сразиться. Вдруг получится, потому что опыта много будет. Че-то я не понимаю, где тут, куда идти-то? Секунду, я сейчас посмотрю на карту. Карты этой локации нету. Это логово теневого дракона. Это самый слабый из драконов в игре, и его то уж стоит попытаться убить. Могу посоветовать использовать все защитные заклинания, расставить ловушки, в первую очередь, скастовать на него пролом, как раз то заклинание, которого у меня нету, чтобы убрать его защитные заклинания. Великолепно работает способ со слабоумием, описанный на Фир Крааге. Достаточно дать магу охранный камень, и дракон даст возможность кастовать на него до получения нужного результата. Слабоумие. Примечание. Алибарда драконья погибли, у меня такой нету, плюс тактика ложного разговора, при наличии охранного камня дадут вам возможность спокойно убить его. Тактика ложного разговора. Я уж не помню точно, как эта тактика работает, но это такой, считай, титерский момент. Так, сюда что ли идти? Вот лестница. Или я отсюда пришел? Так, я по-моему отсюда зашел. О! О, подождите, я правильно. Владыка тяни. Что-то не так, я чую свежие души. Кто проник сюда? Опять незадачливые искатели приключений, чтобы пополнить ряды моей темной армии? Ничего подобного, демон. Я свет, что рассеет твою тьму. Молодыка тяни, молодыка тяни. Пустая похвальба, разумеется. Ваша порода становится утомительной и предсказуемой, но все же ты можешь мне пригодиться. Я не дам себя использовать таким, как ты. О, придется смертное создание. Тело, в котором я обитаю, начинает уставать. Ты же будешь превосходной ему заменой. Придите мои тени, откройте портал. Эти нахальные тупицы владеют некоторой силой. Так, понеслась. Сейчас надо, во-первых, скастовать ускорение на всех. Но они все распроцались за разы. Ну что, это все? Это так просто? Что, все? Мирелла. Ох, свободна от его владычества. Спасибо тебе. Речь следопыта обрывается. Она мертва. Мирелла умерла, к сожалению. Помните ее дом, который был? Прям жалко, плакать хочется. Умерла Мирелла, бедняга. Владыка теней и его алтарь уже уничтожены. Хотя старый храм остается пугающим. Ну, хотя это уже не важно. Давайте сразу выплыть. Я особо... Нет, подождите. Здесь нету этого коста. Владыка теней и его алтарь уже уничтожены. Хотя старый храм остается пугающим местом. Его влияние на внешний мир, кажется, прекратилось. Староста Имнесвейла будет рад услышать, что этой угрозы, боже, больше не существует. Короче, получается, блин, я хотел с драконом сразиться. Оказывается, блин, нельзя было... То есть, все, я не могу с драконом сразиться, потому что меня автоматически выкинуло из этого храма, когда я убил Владыка теней. Обидно. Так, можно опускать тело несчастной и найти 4000 денег. Так. Драгоценные камушки. Том Амоунатор, я думаю, можно выбросить. Он вряд ли мне понадобится. Так же, как и символ Амоунатора. Так же, как оберег теневого дракона. Интересно, теневые драконы еще попадутся в этой игре? Нет. Если нет... Жемчужный белый камень ион. Это квестовый тоже, наверное, камень. Его надо будет выложить в бочку для квестовых... Потенциально квестовых предметов. Потому что я не знаю, квестовый или не квестовый. Так, звездный плащ. Звездный плащ. Таланта прекрасная. Создала много видов плащей. Все они известны как звездные плащи. Это версия обычная, с тремя звездами на каждом рукаве. Один раз в день каждую звезду можно снять и бросить как дротик. При этом звезда исчезает и появляется вновь только на следующий день. Особое свойство. Создает 6 плюс 5 дротиков каждый день. Не может использоваться без волшебников. На продажу. На продажу однозначно. Ух ты, у вора новый уровень и у главного героя новый уровень. Вообще шикарно. И у главного героя новый уровень и у вора. По 44 тысячи опыта получил карды. И, кстати, на вашей карте появилась новая отметка. Даже две. Что бы это значило? Копьедунские холмы. Роща друидов. Я ее там уже зачистил. Я, честно говоря, не понимаю, какая тут могла на карте новая отметка появиться. Ничего тут нового не появилось абсолютно. Ничего тут нету. О, подождите, а мы где вообще оказались-то? Мы сейчас где находимся? Почему туман войны не убран? Развальные храмы. Получается, локация изменилась. А, теперь, видите, светло стало. До этого было темно все время. То есть, солнечный свет не проникал туда. Так, ну эти штуковины точно можно выкладывать. Сейчас я даже гляну прохождение. Мне же точно больше эти символы не понадобятся. Кстати, у меня должен был камень вору еще появиться в инвентаре. А где он? А, плутовской камень. Плутовской камень это и есть камень вора. Это квестовый предмет. Его надо будет выложить. Его надо будет выложить. Я так понимаю, плутовской. Это и есть камень вора. Говорят, что он для квеста понадобится. Написано прохождение. Для какого, пока непонятно. Короче, нужно возвращаться в холмы Умар и сдавать квест. Но перед этим я все-таки сниму туман войны. Так, вот еще нашел какие-то зачарованные доспехи и оружие. Черный доспех плюс три. Что-то новенькое. Было ли так задумано или его опалило огнем в битве, но кольца этого доспеха угольно-черные по всей поверхности. Хотя в легендах огромным бестиям обычно противостоят рыцари в сверкающих доспехах, чары сопротивления огню на этой кольчуге предполагают не менее великие, пусть и не воспетые, битвы с огнедышащими подданными параметры. Сопротивление огненным повреждениям плюс двадцать. Класс защиты два. Ну, это чисто для воинов. Класс защиты два. То есть, класс защиты два, у меня доспехи класс защиты один у всех. То есть, они лучшие. Вот. Но, правда, от огня не защищают. Даже минус один. Даже броня Балдурана, даже минус один. Вот рыцарь спидоспех плюс один, класс защиты ноль. Нет. Этот доспех все-таки придется продавать. Как бы он ни был хорош. Ну, вор же его не нацепит, правильно? Очевидно же, что вор его не наденет. Нет, конечно. Значит, продавать. Дальше. Алибарда какая-то. Алибарда плюс два, сумрачный клинок. Алибарда плюс два, сумрачный клинок. Хотя, когда-то это была обычная алибарда. И она много лет пролежала в могиле рядом с талисманом души могущественного лича. В конце концов, существо было стерто с лица земли. Предположительно, другим ему подобным. Но такое близкое соседство с таким концентрированным злом вселило в алибарду саму сущность ночи и холод тьмы. Энергию, которая в бою становится смертоносной. Это зловещее оружие, и воитель должен использовать его с осторожностью. Тхак плюс два. Повреждение два двенадцать, плюс два холодом. Алибарда. Не могут использовать друид, священник, маг, чародей. Короче, опять же, только для воинов. Получается, тоже только на продажу. Плюс два, это ничего особенного, по вашему счету. Алибарда, это ничего особенного. Так, новый уровень. Повышаем главному герою. Так, спас бросок против смерти уменьшен на два. Спас бросок против жезлов уменьшен на два. Спас бросок против превращения уменьшен на два. Спас бросок против дыхания уменьшен на три. Спас бросок против заклинаний уменьшен на два. То есть, очень круто все улучшается. Тхак снижен на единичку. Три дополнительных пункта здоровья. Знание легенд увеличено на единичку. Так, и повышаем уровень вору. Значит, дополнительные оружейные навыки. Один дополнительный оружейный навык дается. Так, поскольку он у меня в основном дерется из лука, лук мы улучшить ему не сможем, да? Он же не воин. О, мы ему корот... Нет, короткий лук нельзя улучшить, зараза. Так, какое у него там сейчас используется оружие? Вот это вот вторичное. Оружейный навык. Катана. Что, катану ему повысить, что ли? Давайте катану. Нет, катана тоже не повышается. Дополнительный навык. То есть, улучшить имеющийся нельзя, только дополнительный. Так, ну давайте короткий меч. Пускай будет короткий меч. Так, ну и... Может быть установку ловушек попробовать? Давайте установку ловушек. Все остальное мне, в принципе, достаточно. И вскрытие замков, и обнаживания ловушек хватает. Так, давайте здесь попробуем вздремнуть. Кстати, ну-ка. Зло, окутывавшее этот алтарь, было уничтожено. Часть позолоты Акаамаунатора теперь светится из-под гнили владыки теней. Спим. Поспали. Теперь надо туман войны убирать. Локация-то изменилась до неузнаваемости, по идее. Теперь тут должны, видимо, бегать уже не теневые волки, а настоящие обычные волки. По логике. Да, в принципе, зачем здесь туман войны убирать? Здесь уже ничего не будет, я думаю. Ну, хотя давайте уберем. Давайте все-таки обследуем локацию. Как-то странно все-таки оставлять ее не обследованной. Вон мишки бегают уже нормальные. Не теневые какие-то мишки. Обычные, живые. Природа берет свое у тьмы. Все благодаря нашим усилиям. Ну, усилиям моим, просто лицплещикам положено жгать нашим. Вот я и говорю нашим. Здесь похоже, что на меня уже никто не нападет. Кстати, если бы я играл за рейнджера, то это был бы мой стронг-холл, как я понимаю. Кстати, а что если в волчью пещеру заглянуть? А, хотя... Хотя вряд ли там что-то. Не буду даже заглядывать, там вряд ли что-то. Сними мы будем проходить, заглянул. Ух ты. Гигантская рысь. Блин, зачем рысь-то убивать? Ну, давайте убьем. Ой-ой-ой. Бедняга. Она вообще слабенькая была. Взяли, рысь убили. Рысь она размером вообще там меньше овчар. Зачем рысь-то обижать? Это, кстати, самые легко приручаемые котейки. Рыси. Из диких. Они абсолютно ничем по поведению от домашних котов не отличаются. Такие же ласковые, трещат, мурчат. Такие ласковые, трещат, мурчат. Такие ласковые, трещат, мурчат. Так, ну все. Туман войны убран со всей локации. Так, вход в подземелье. Слушайте, а что за вход? А, ну это где я был? Вот. Правда же, да? Ну да, это вход, выход из того подземелья. Ну давайте вот здесь еще уберем туман. О, а это что? Теперь вся эта область освещена обычным солнечным светом. А это что? Нет, то же самое. Так, все. Так, все. Погнали, короче. Погнали в Тридмит... Ой, в деревню холмов Умар сдавать этот квест. Убийства расследованы. Что? Что? Отвыдь. А? Ты нужна что-то? Если вы хотите... Сорты, не слова! Да. Блин, почему ты это вот не ускоряешь? Я дважды нажал ускорение. Так, дом старосты, где он? Дом министра Ллойда. Громко сказано, конечно, министр в деревне. Минск и Булу стоят готовы. А, человеческий лорд приходить? Нет, еще не приходить. Но модуль говорит тебе спасибо. Что-то я не понял. Что, бак какой-то? Прошло уже, я хрен знает сколько. Неделя прошла. А к нему не приходил этот чувак? Похоже на бак. Да. Ну, это второстепенный квест, даже если он забагованный, хрен с ним. Ну, я поговорил с модульфом. Они просто хотят жить в мире, а взамен мы получим защитников. И торговцы уже предвкушают выгоду. Модульф собирается приходить в город, чтобы покупать припасы и другие вещи. Должно быть, то еще будет зрелище. Но спасибо тебе, Форестеризейшн, мне в голову не приходило вести переговоры с этими существами. Так будет лучше для Имны Свейла со всех сторон. Но что-то я много болтаю. Извини, тебе что-нибудь нужно, Форестеризейшн? Я хотел сказать, что во всем виноват владыка теней. Он завладел телом Мереллы, вашего следопыта. Она умерла, когда тень была уничтожена. О, какая прекрасная новость. Жаль только, что Мерелла погибла. Но мы все равно тебе благодарны, Милор, за избавление нас от этого ужаса. Как условлено, вот доспех моего предка-следопыта. Он кожаный, но, уверяю тебя, он укреплен такой сильной магией, что не уступит составному доспеху. Не уверен, что этот доспех тебе хоть как-то пригодится. Тебе хватит такой награды? Думаю, могу еще немного денег предложить. Нет-нет, одних доспехов и так более чем достаточно. Ты, ты очень добр. Приятно было узнать, что такие храбрые и благородные граждане еще остались в Фаеруне. Еще раз спасибо, Милорд. Такое облегчение знать, что именно Свейл снова в безопасности. Я прямо сейчас расскажу всем об этом. Репутация повысилась на язычку, и группа получила 25 тысяч опыта. Минск, наши подвиги заставят бардов и скальдов отсюда до моего дома. Прославить наши имена можно не сомневаться. Так, ну что, квест завершен. Мирная договоренность была заключена между Мадульфом и его товарищами-дезертирами и деревней Имнесвейл. Дезертиры будут защищать деревню, а деревня позволит им жить в мире, и, возможно, даже когда-нибудь будет с ними торговать. В общем, неплохая сделка. Владыка Теней был убит, земля вокруг разрушенного храма Амаунатора возвращена солнцу, и тени его не будут больше тревожить жителей деревни Имнесвейл, как и никого другого в холмах Умар. Староста Имнесвейла был чрезвычайно благодарен за спасение его деревни. Так, сейчас нужно сгонять обратно к этому Мадульфу. Еще раз приветствую тебя, Фрэйсеризейшн. Не думай, Имнесвейл не забыл наше спасение от гиблии, а может быть и худшие судьбы. Должен сказать тебе, что Мадульф согласился защищать город, а купцы с удовольствием будут снабжать его пищей и всем остальным. Если тебе будет что-нибудь нужно, проси, не стесняйся. В данный момент мне ничего не нужно. Отлично, он-то может гостить в Имнесвейле сколько угодно. С его женой поговорим, госпожа Эйна. Мы так благодарны тебе, милор. Ты Имнесвейл теперь опять в безопасности, и мы можем спать спокойно. По-моему, мир с этими ограми это хорошо, в общем-то. Однако не знаю, что сделаю, если увижу одного из них в деревне. Они такие страшные. Так, теперь нужно вернуться к этим ограм, и чтобы от них еще благодарность получить. Я не помню, где они стоят-то. Тут, по-моему, нет? А, вот здесь. Мадульф, рад видеть тебя, двор. Людская деревня прислала весть, скоро мы будем говорить и торговать. Мадульф и его ребята охранять деревню, им нравится. Мадульф и ребята тебе много должны. Нас тут оставить и оставить в покое. Хорошо. Вот, можем дать тебе щит. Волшебный, из армии Ситсила. Нам не надо, может понравится тебе. Еще один предмет нам дали. В качестве подарка. Так, у нас два предмета получилось, которые требуют опознания. Так, где там остальные-то? А, у них ускорение кончилось. Так, щит потерянных плюс два. Этот странный щит сделали кочевники, когда-то обитавшие в мировом лесу. Племя, уже давно растворившиеся в цивилизованном обществе и забытые. При осмотре обнаруживается тонкая ткань из волос человека и животных, сплетенных вместе чарами. Но как это было сделано, уже никто не знает. Параметры. Класс защиты плюс три. Особенность сопротивления магии пять процентов. Ну, блин, ерунда полная. Хотя, погодите. Ну, маги, друиды и воры использовать не могут. Нет, это ерунда. На продажу только. Так, подарок ночи плюс пять. Изначально благословенный шар, этот доспех имеет долгую и интересную историю. Лишь величайшие из воров когда-либо владели этими мощными магическим артефактами. Сущность ночи была вплетена в его темную кожу таким образом, что он ощущается как обычный доспех, но окружает носителем множеством вьющихся теней. Так, улучшение. Скрыться в тенях плюс двадцать процентов. Класс защиты три. Ну, хрен знает. Чисто для воров. Так, у этого тоже класс защиты три. Но скрыться в тенях уже нет, не дает. Вот. То есть, получается, этот доспех для вора лучше, чем тот, что был. Подарок ночи плюс пять, да. То есть, он улучшает параметр скрыться в ночи. Хотя я вообще этим параметром, мой вор вообще, по-моему, не пользуется. Абсолютно. Так, ну что. Мне сейчас нужно возвращаться в этот... В Аткатлу. Мне нужно возвращаться в Аткатлу и... Это, значит... Я хочу все-таки там с еще одним. Я пока... Между этой серией... Я это... Поинтересовался. То есть, почитал в гугле. Там есть, где находится еще один лич. Того-то мы сейчас не победим. Это понятно. Но есть еще один лич. Еще один лич, которого, может быть, победить будет попроще. Вот я хочу как раз этим заняться. Блядь, ну почему нет ускорения? А, может быть, у меня это? У меня закончилось ускорение, понятно. Давайте, спать здесь не дадут, наверное, да? Нет, здесь вполне можно поспать. Все, отправляемся в Аткатлу. Я попробую сейчас другого лича замочить. Пока не забыл, потому что потом, там, к концу игры, когда там будет уже шестая, седьмая голова, я вообще про него точно забуду. Блин, ну я опять забыл. Я опять забыл, в каком он районе города находится. Наверное, в районе моста. Давайте в район моста попробуем. Так, вот в каком-то из этих домов живет личство прудов. Да? Присо. Да, если бы ты хочешь. Каждый хамстер? Да. Я сейчас не стану signcrafted. Мы должны немного поддержать баланс. Блядь, нахер! Блядь, нахер! Блядь! Блядь! Блядь, нахер! Блядь! Что это за хрень? Раньше здесь такого не было. Подожди, давайте-ка отсюда пока выйдем. Я что-то не понял. Раньше такого не было. Давайте загрузимся. Раньше эта дверь вообще не открывалась. Мы не могли в нее зайти. Теперь мы в нее можем зайти. Но я хочу сначала с тем личием разобраться. Это явно не та дверь, куда надо заходить. Значит, вот сюда надо зайти. Блин, кого-то не хватает, кажется. Блин, что они не заходят туда? Нет, это не здесь. Слушайте, ну до этого там что-то точно было другое. Ну окей, давайте я-то зайду туда, посмотрим, что там будет происходить. А, может быть, вот в эту дверь надо зайти? Во, вот здесь. Вот, и в подвал, сказка, все правильно. Так, вот этот гребаный лич. Сейчас нужно, правда, опять взять оружие. Хотя, в принципе, с этим личом уже можно разобраться, я думаю. Где он? А, подождите, этого лича мы уже замочили. Тут никого нету. Ага. Значит, в другом районе города. Но давайте, давайте в ту дверь заглянем. Потому что там тоже что-то должно быть явно интересное. Народ спать хочет, я не знаю, как это сказывается, но характеристика, наверное, плохо. Так, ну давайте туда заглянем, да. Выглядывайтесь в ничто за дверью и плутовской камень в вашем рюкзаке. А, все, понял. Сюда нужно с плутовским камнем было только зайти. Вот он у меня теперь есть. Без плутовского камня сюда было зайти нельзя. Но прикол в том, что я не знаю, что тут делать. Шангалар, стой. У тебя есть сила, скованная. Она дана тебе не мной. Знаешь ли ты, где ты? Я в районе моста в Откатле. Что за шутки ты со мной шутишь? Откатла? Вряд ли. Портал известен только моим созданием. И все же у тебя был ключ, плутовской камень. Что ты надеялся найти в моих палатках? Я здесь случайно? Я ухожу? Нет, я не думаю, что ты уйдешь отсюда сегодня. Играя с силами, которые выше ваших скромных возможностей, вы скоро обнаружите, что за все надо платить. В таком случае ты знаешь слишком много, и цена за это жизнь. Вперед, друзья мои! Похоже, искаженная руна повеселится сегодня. Так, это какой-то оказался злодей, да? Но я думаю, что мы с ним справимся. Особенно, если сейчас призовем туда... Ну-ка, попробуем сначала грубой силой. Что он там призвал? Воксал. Так, срочно, ребят, срочно. Срочно призываем все союзников. Потому что хрен знает, что он из всего этого выйдет. Ужны союзники. Так, призываем медведей. Медведи мои лучшие друзья. Так, с Жакейрой уже что-то случилось. Ой-ой-ой. Схватка-то не такая уже простая. Схватка-то не такая уже простая. Схватка-то не такая ужина. Курс-то не такая ужина. Схватка-то не такая ужина. Снай-то не такая ужина. Я же не уверен, что злодей на медвежат в полипеде. Что это сейчас? Натур-сервант ждет. Да? Первый паука! Да. Должно быть много. Всех должно быть много. Блин, ну их надо было... их еще надо и ускорить, между прочим. Ой-ой-ой, куда ты полез, сволочь? Сходи. Их надо будет еще ускорить. Что я могу сделать? Я готов. Я готов. Так, еще медведей. Я буду продолжать в твоей команде. Чего они все бродят как-то? Непонятно кто. Так, тут уже замес пошел. Даже без всякого разговора. Окей, давайте тогда на Шангалары всех недвижат напускаем. Но надо их ускорить. А, кстати, сработал, кстати, скрипт, потому что это... Сработал скрипт, потому что, оказывается, я магической слишком далеко забрел. Так, нужно ускорять всех своих животных и мозгов. Так, ускорил. Отступаем. Это кто такой? Ревенак какой-то. Ох... Мои ноги просто пахнут. Я никогда не ходила так много в моей жизни. А, ка-ка! Я буду стрельть! Пожалуйста. Да. Я буду помогать, как всегда я могу. Если ты что-то сапамара... что там происходит все это за в это время в это время колдует а мы чуть не можем больно как срочно пить лекарства блин у меня дуиджи состоянии паники находится что там с медведями медведи живы или всех медведей положили слушайте мы так не победим тут что-то очень серьезное происходит давайте я тогда сейчас посмотрю в прохождении как убираться мы находимся в районе моста правильно сейчас я открою прохождение и посмотрю рекомендации как драться потому что я хрена знает как-то слишком сурово все хотя принципе что давайте я попробую просто облака смерти может метнуть туда хотя у меня вообще-то магичка то забыла я облака смерти по моему убирал по идее можно облака смерти метнуть так облака смерти взамен подчинения у меня подчинение висит и не пойму держанием островики странные какие-то заклинания у меня добавлены на пятом уровне у нее так призыв нежити давайте даже 2 2 призыва нежити держание монстра убираем малое заклинание обращение давайте заклинание обращение запомним но опять спать надо идти блин опять это че мне опять шлепать в таверну господи сейчас я почитаю рекомендации как как с ним драться вот и что я еще раз Ты должен... Камень вора и загадочная дверь. Честно говоря, это, пожалуй, одно из самых сложных сражений в игре. Блин. Если не самое сложное. Поэтому имеет смысл делать этот квест уже в шестой главе. Но если сделать все чисто и аккуратно, вы окажете большим выигрышем. Подойдите. Так. Вызовет кучу союзников. Постарайтесь за раз сражаться только с одним врагом. Выманивайте. Среди противников вам встретится вампир, бихолдер, человек. И очень мощная магичка. Это все помимо самого лича. Очень удобно тут использовать бесконечные ловушки Яшима. Я понятиями, как пользоваться ловушками, вообще не понимаю. Тогда врагов можно укладывать один за другим. Также помогут разнообразные защиты. От страха, от магической энергии, от зла и так далее. Так, ну... Давайте я все-таки попробую еще разочек. Если методом выманивания, может быть и правда что-то получится. Не получится так, но я несколько попыток сделаю. Так, ну может быть сразу туда кинуть, это обувь и смерть, и все. Может, сработает? Ну это зловонный облако. У меня было облако смерти. Вот оно. Ну и где этот сукин сын? Почему скрип не срабатывает? Так, вот он появился, обходим. Так, отходим, 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 отходим. Так, вот он появился, обходим. Так, призываем медведей. Что это сейчас? Это гораздо интереснее, чем в любом цирке. Звуки, не слова! Что? Так, священникам, что случилось? Мы должны стремиться, чтобы сохранить баланс. У священника у нас очарование. Блин, он сейчас против нас воюет. Священник против нас воюет. Не, не, не. Мне кажется, это беспонтово. Слишком сложно. Я надеюсь, что это не случайно, что случилось. Блин, же конкур игры, надо будет сюда вернуться. Всем пить лекарства. Не знаю, где медведи, где мои медведи, которых я призывал. Я не вижу никаких медведей. Не, не, не. Дохлый номер. Дохлый номер. Загружаемся и в топку. В общем, теперь отправляемся тогда... А, надо еще в медную корону заглянуть и избавиться от ненужного. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, в принципе, все дешевые свитки можно сразу продавать. Что они мне понадобятся, что ли? Чужный белый камень и он. 1500 стоит. Вот что с ним делать? Он... Может, какой-то квест. Я его на всякий случай выложу. В ящик для квестовых предметов. Звездный плащ, аж 1950. Так, доспехов на 10 тысяч продали. Жезл страху. Мне их девать уже некуда. Продаем. Я вообще этим жезлом, по-моему, никогда не пользовался. Вряд ли буду. Жезл мороза тоже продам, к черту. Так, теперь надо идти выложить... Бочки... Ящики... Перездано. Так, квестовые предметы. Потенциально квестовые, я не знаю. Может, они не будут квестовыми. Вот, все. Ящик. Камень не вон. Ключ от теневой тюрьмы. Это вообще можно выбросить, я думаю. Оберег дракона тоже. Ну, мало ли, может быть, оберег теневого дракона. Может, теневой дракон еще с 30 в игре? Хотя что-то сомневаюсь. Так, эту штуку вот. Ключ от теневой тюрьмы я на пол выброшу. Сомневаюсь. В теневую тюрьму я точно уже не вернусь. Пить дать. Так, вот, свитки выкладываем. Так. Пить дать. Пить. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Упоинт, я панч. скипетр ужаса я буду им пользоваться что выложить может нахрен а ну это кстати оружие это типа посох это посох посох огня плюс 2 продавать надо посох огня надо продавать хотя нет он может вызывать элементарий ладно оставим жезл огня устрелит огненный шар способ 2 огнемета на ганазара он тоже пока оставим а как я думал да что это очень хорошо да просто я помогу как можно Так, дальше мы отправляемся уже в совершенно новое место, где ни разу не были. Отправляемся. Так, Тридмит был, холмы Ума, развали храмы. Роща друидов у нас есть, но есть еще Капьедуйские холмы. Давайте Капьедуйские холмы. Капьедуйские холмы. Огр, скоты, собаки. Пришел конец. Вашему душегубству. Подождите, я хочу поговорить с вами. Довольно слов. Ваша ложь не запятнает больше этой земли. Ваши злодейства не будут больше терпеть невинных. Терзать невинных. Так, они на нас напали. Чего напали, хорезная? Огр. В компании с пятенышем Виверни. Отборный гноу. Отборный гноу. И отборный. Гарен Капьедуй. Что здесь происходит? Я видел много странных вещей в свое время, но события последних нескольких минут все затмевают. Кто вы? С какой... С такой готовностью меняющие форму? И зачем вы убили этих зверей, ставших людьми? Мое имя Ферестеризейшн. Что ты имеешь в виду, друг? Что ты видел? Я уже начал сомневаться в том, что видел. Когда вы сражались, то выглядели как огры. Однако после смерти обращались в людей. Теперь здесь нет монстров, только вы и эти убитые рыцари. Твои глаза обманули тебя? Я убивал монстров, а не рыцарей. Несмотря на твое поведение, я сочувствую тебе. Вы были обмануты, и я сомневаюсь, что жрец и Хельма поверят вам. Они будут требовать справедливости, и только ваши головы их удовлетворят. Вот уж воистину печальные новости. Что ты можешь нам посоветовать? Я предлагаю тебе убежище, пока ты не выяснишь, каким образом произошло это несчастье. Для меня будет честью принять твое гостеприимство. Следуй за мной. Моя хижина совсем недалеко к югу отсюда. Я встречу тебя там. Похоже, меня обманом втравили в убийство группы паладинов. Иллюзии маскировали их под Огром и, очевидно, также делали меня Огром в их глазах. Благороднейший Орден Лучезарного Сердца, конечно, не одобрит это действие. А у меня только один свидетель, чтобы подтвердить мои слова. Он предложил мне убежище в своей хижине, к югу от места бойни. И я согласился. Вот это поворот, да? Продолжена следующая часть. Всем пока.